Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Давай. Аминь. Откровение, 14 глава, 6-7 стих. Толкование. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благословить живущим на земле, и всякого племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил часть суда Его, и поклонитесь сотворившим небо и землю, и море, и источник вод. Толкование. Иоанн увидел далее другого ангела. Здесь мы имеем указание не на какое-то определенное другого ангела, и, пожалуй, даже не на какое-то определенное событие, которое должно произойти. Словом, другого Иоанн более хочет указать на то, что видел еще другое явление, другого ангела, летящего посреди неба. Как ранее он видел ангела, летящего посреди неба, и возвещавшего троекратное горе, 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 живущим на земле. Откровение, 8 глава, 13 стих. Так здесь он видел ангела, летящего посреди неба, и возвещавшего всем живущим на земле вечное Евангелие. Есть ли связь? А если есть, то какая между видением этого ангела и конкретными событиями истории и домостроительства спасения? Это определить, по крайней мере, трудно, и мы этого делать не будем. Ясно только, что это видение о кончине века. Слова посреди неба указывают на небесную высоту ангела. Это не земные благовестники, ангелы церквей, и не сам Христос, но в буквальном смысле небесный ангел, который видел Иоанн. Как летящий посреди неба, он призван возвести людей на небо и возвести земле в волю небес. Этот ангел имел вечное Евангелие. В разные времена людям благоествуются различные. Одно Бог открывал своим угодникам до потопа, другое открывал своему народу через закон и пророков в Ветхом Завете, иное открыл в Новом Завете. Что же означает вечное Евангелие, которое имел летящий ангел? И этим указывается, что возвещаемое ангелом было предопределено от века. От Слова Божия, живаго и пребывающего в век. Слово Господне пребывает в век. А это есть то слово, которое вам проповедано. 1 Петра, 1 глава, 23-25 стих. Пройдет всякое другое слово и весть человеческая. Но вечное Евангелие предопределенное от века и навек. Что благоествовать? Читая далее, возвещаемое ангелом не обнаруживаешь, что это радостная весть. И все-таки сказано благоествовать. Ибо всякая весть от Бога блага по своей природе, как возвещающая волю благого Бога. Нееме, 9 глава, 31 стих. Блага и весть о суде, ибо пресекается нечестие, а праведники получают воздаяние. Эта весть будет возвещена живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. В кончине века проповедана будет и Евангелие Царствия по всей Вселенной. Матфея 24, глава, 14 стих. И вот когда окончится благоествование покаяния и прощение грехов всем народам, тогда будет им всем возвещено вечное Евангелие. Благоествование о наступлении часа суда. Далее приводятся слова ангельского благоествования. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Здесь уже не о просвещении язычников и неверных. Уже не говорится, познайте Бога и веруйте Ему. Ибо благовествование во свидетельство всем народам. Матфея 24, глава, 14 стих. Уже завершено. Теперь наступил час суда Его. А потому, обоящившисься Антихриста и славивший Его как Бога, обойтесь истинного Бога в страхе великом перед грядущей вечностью мучений. Не желавши добровольно от сердца славить Небесного Отца, воздайте Ему славу как тварь, застегнутое врасплох, на месте преступления грозным судьей. Либо в лето Господне благоприятное. Луки 4, глава, 19 стих. Либо в час суда. Но все должны будут воздать Ему славу. Вы поклонились твари, Антихристу и Его иконе. Так и поклонитесь же теперь в судный час, сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И для верных христиан времени Антихриста будет звучать это вечное Евангелие Небесного Ангела, но уже в ином, радостном и утешительном смысле. Бойтесь Бога и не страшитесь Антихриста, не могущего с телом погубить и души, ибо Он получит власть на краткое время и вскоре суд. Откровение 14, глава, 8 стих. И другой ангел следовал за ним, говоря, Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Толкование. Час суда Божия наступил. И вот весь другого ангела. Пал, пал Вавилон. Это будет началом суда, первым камнем, брошенным в мир при его осуждении Богом. Сравните Откровение 18, глава, 21 стих. Если сказано в прошедшем времени, Пал, пал, то это не означает, что падение Вавилона было ранее жизни тайны зрителя и самого видения. Вавилон представляется падшим только в самом видении. Произойдет же это в кончину века и станет событием, совершившимся для людей того времени. Для тех людей прозвучит весть. Пал, пал Вавилон. По значению имени Вавилон, смешение, бытие, 11 глава, 9 стих. Весть ангела можно разуметь, как падение с наступлением суда и кончины века, смешение настоящего мира с грехом и всякого житейского смущения. Весь этот хаос и смешение, которые ныне царствуют в мире, как Вавилонская башня, устремятся к небесам при Антихристе, падут и исчезнут в часть суда Божия. С другой стороны, Вавилон – город великий. Это будет действительно великий богоборческий город последнего времени. Вавилон – один из древнейших городов мира вообще. Это древнейшая цитадель богоборчества и всякого нечестия. Это злейший враг Израиля. Тот известный нам ветхозаветний древний Вавилон – прототип великого города последнего времени. Из сжженных кирпичей воздвигалась древняя Вавилонская башня к небесам. Бытие 11 глава, 3-4 стих. Вавилонская башня из дел сожженной совести вознесется к небесам в последние времена. 1 Тимофея, 4 глава, 1-2 стих. Об этом городе в последнее время сказано, что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Подобно было сказано пророкам Иеремии и о древнем халдейском Вавилоне. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опинявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Иеремия, 51 глава, 7 стих. Упиваясь яростным вином блуда. Слово яростный означает жар, пламя. Блуд здесь назван яростным, огненным вином, воспламеняющим все тело и разжигающим все страсти. Подобно этому и великий город кончины века воспламеет все народы, напоит их до безумия, нечестия и всеми мерзостями. Вавилон научит все народы блудно ходить перед своим истинным Богом. Блуд здесь любая неверность Богу и общение с грехом. Известно влияние великих городов на прочие города. Как из рассадников заразы расползаются из них по всему миру нечестия и пороки. Таково будет расклевающее влияние этого великого города в последнее время на весь мир. И не просто равнодушно будут люди грешить и отвергаться Бога, но совершать это яростно, как обвиненные до безумства. И тогда внезапно придет конец этому городу. «Пока народы безумно пили из Вавилона, как из золотой чаши, яростно вину блуда и безумствовали, внезапно пал Вавилон и разбился». Иеремия 51, глава 7, 8 стих. Так будет и в кончину века. Пал, пал Вавилон. Начался суд. Когда явится горний, небесный Иерусалим, тогда сей Вавилон окончательно пойдет и истребится. Блуд здесь назван яростным вином. Но известно, что и крепкое вино может привести к блуду. Почему апостол и говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Послание к официанам, 9 глава, 18 стих. Мир сейчас затоплен блудодеяниями и распутством, и реки вина текут, не прекращаясь, и люд упивается. Не обратится ли это вино некогда в вино ярости Божией? Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как и аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит разратное. Притча, 23 глава, 31 по 33 стих. Откровение, 14 глава, 9-10 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем». Толкование. Вавилон пал. Теперь возвещается наказание Божие всем, принявшим Антихриста и поклонившимся ему. Кратко, но ужасно было сатанинское торжество людей Антихристового царства. Теперь расплата. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Кто пил из сатанинской чаши яростное вино блуда, тот будет пить вино ярости Божией из чаши гнева Божия. Опьяненный блудом будет опьянен яростью Божией. Кто чем грешит, тот тем и наказывается. Таинственная чаша гнева Божия прослеживается на протяжении всего священного Писания. Человек согрешил, и вот с того дня чаша гнева Божия нависла над ним. Она все более наполняется вином ярости Божией из-за умножения беззаконий и благодеяния народов, и готова вот-вот опрокинуться и излиться. Временами некоторые капли обороняются, наказывая нечестивых. Потоп, гибель фараона, вавилонский плен. Однако чаша еще не излита. Спокойные и нечестивые, но пророческим оком видят страшную чашу мужей Божией. Дождем прольет он, в скобках Бог, на нечестивых, горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Восклицает царь Давид. Псалом 10, 6 стих. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить в тени честивой земли. Псалом 74, 9 стих. Особенно много пишет об этой чаше пророк Еремия. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, «Возьми из руки мою чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И скажи им, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, пейте и опиняйтесь, и опиняйте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если они будут отказываться брать чашу из руки моей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Савов, вы непременно будете пить. Иеремия 25 глава 15-16 стих, 27-28 стих. Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено были пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Иеремия 49 глава 12 стих. Радуйтесь и веселись, радуйся и веселись, дочь и дома, обитательница земли Уц. И до тебя дойдет чаша, напьешь это пина и обнажишься. Чель Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более сгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои. Плач Иеремии 4 глава 21-22 стих. Или вот слова пророка языки Иеря. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвернешься по смеянию и позору, по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена. Чаша ужаса и опустушения чаша сестры твоей, Самарии. Иезекииль 23 глава 31-30 стих. Возвещает и пророк Аввакум. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратиться к тебе, чаша десницы Господней, и посрамление на славу твою. Аввакум 2 глава 16 стих. Но параллельно этой черной нити пророчившись писания о чаши гнева Божия, прослеживается и красная нить о чаши спасения. Незреченно и дивно таинство превращения чаши гнева в чашу спасения. Вино ярости, вино любви. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Псалом 115-й, 4 стих. Восклицает псаломопевец. Так приступим и рассмотрим все таинства. Смертоносная чаша гнева Божия изливается на невинных животных. Они закалываются и наполняются чашей их кровью. И заклали тельцов Моисей, взяв половину крови, влил в чашу, а другого половину окропил жертвенник. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами. Исход 24-й глава, 5-й, 6-й, 8-й стих. Но это есть тень будущего, а тело во Христе. Колосинов 2-я глава, 17-й стих. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иван Гриотиана, 1-я глава, 29-й стих. Христов взял на себя грех всего мира, а потому над ним низко нависла чаша всего гнева Божия. Все накопившееся в ней от сотворения мира и все, что еще накопится в ней до окончания века, все готово было излиться на всего непорочного и невинного Агнца. Вино страшной ярости Божией относится к неоскверненным устам Бога человека. Можешь ли вы пить чашу, которую я буду пить? Матфея 20-я глава, 22-й стих. Спрашивает Христос с учеников. Неужели он причистый и неоскверненный должен пить ярость Божию? Пить эту страшную чашу до дна? Не потерпевший ни малейшего прикосновения ко греху должен испить все море возмездия за грех. Если возможно, допинует меня чаша сия. Матфея 26-я глава, 37-й, 39-й стих. Молится он скорби и тоске. Это не малодушие, это не слабость, это содрогание его, причистого и невинного. От прикосновения и даже всецелого погружения в гнев Божий, содрогание от испития чаши широкой и глубокой. Посмеяние и позора наказания за грех, это содрогание причистого и всесвятого, от наказания за всю нечистоту и мерзость мира, это содрогание возлюбленного, отцом, сына, вечно питавшего любовь отчую, от необходимости испития ярости и гнева Божия. Божий мой, Божий мой, для чего ты меня оставил? Матфея 27 глава 46 стих. Бог ли, пивший более всех иных соучастников лея радости от отца и время 1 глава 19 стих. Теперь пить вино его ярости. После такого лея такое вино и он воскликнул жажду. Иван Гелетяна 19 глава 28 стих. Отец мой, отец мой, я пил твой лей, я пил твой лей, теперь жажду твоего вина. И он испил предвечную чашу гнева Божия, вино его ярости свершилось. Иван Гелетяна 19 глава 30 стих. И предал дух свой. И вот горница большая, устланная, приготовленная, таинственная тишина вечери. Христос взял та же чашу после вечера, говоря, сия чашей есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Луки 22 глава 20 стих. В этой чаше ярости Божией его гнева теперь моя кровь. Пролита должна была быть ваша кровь, но пролита моя. Пейте из этой страшной чаши и ярость его, излитая на меня, притвориться в любовь его, излитую на вас. Чаша гнева, испитая мною, стала чашей любви, испитывая моим вами. Я жаждал за вас испить вино его ярости и гнева. Жаждайте и пейте вино моей любви и милосердия, которой есть кровь моя. Но люди отвернулись от этой спасительной чаши божественной Евхаристии, отсквернили ее недостойными устами и вовсе отвергли, а потому выслышаем гром апостольских слов. Сколько техчайшему думайте наказанием повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святую кровь завета, которого освящен. Мы знаем того, кто сказал, у меня отпущение, я воздам, говорит Господь. Страшно впасть в руки Бога живого. Послание к евреям 10 глава 29 по 31 стих. Об этом и весь апокалипсического ангела, кто будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Вино цельное. Если и ранее Господь наказывал людей, то всегда растворял свою строгость своим же милосердием. Крепость вина ослаблялась водой. На страшном же суде будет вино цельное, нерастворенное. Не растворившие свою яростную вину блуда, слезами покаяния будут пить нерастворенное милосердием вино ярости Божьей. Несчастный грешник, принявший антихриста и отверженный Богом на страшном суде, подтвержденный судом тяжи гнева Божия, будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем. Мучениями в огне и сере Писания представляют вечные муки нечестивых в генении огненной. Эти муки будут еще особо усугубляться тем, что они будут перед святыми ангелами и перед ангцем ввиду их. Несчастивы будут видеть вечное блаженство святых ангелов и их служение единому Богу. Будут видеть то, что они навечно навсегда потеряли. Будут сравнивать свое состояние и состояние блаженных. Будут видеть тех, 14 глава за вражду которым удостоились вечных мук. Более того, их муки будут перед ангцем и они воззрят на него, которого понизили. Захария, 12 глава, 10 стих. Будут видеть того, на которого восстали, но не омоют их уже его раны. Не способны они уже не каяться, не печалиться, не сожалеть, но только вечно мучиться. Откровение, 14 глава, 11 стих. И дым мучения их будет восходить во веки веков. И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Толкование. И дым мучения их будет восходить во веки веков. Эти слова напоминают сказанное пророком Мессая. Ибо день общения у Господа год возмездия за сего. И превратятся реки его в смолу и прах его в серу. И будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее. Исайя 34 глава с 8 по 10 стих. Иоанн как бы не дерзает и посмотрит самое пекло мучения в эту разгорячающую печь, а видит только восходящий от нее дым. Дым мучения. Андрей Кисарийский разумеет либо как восходящее снизу вместе с плачем дыхание мучимых, либо же как происходящее от гененца огня дым. дым дым происходит от огня. Так здесь сами мучения и подразумеваются под огнем. И этот дым мучений будет восходить во веки веков. Вечны будут мучения грешников. О, ужас нескончаемый! И эти мучения будут еще и непрерывны. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Сейчас люди очень спокойны, когда речь идет о вечности, и не имеют покоя, когда речь идет о жалких делах мирской суеты, о жалких земных богатствах и почестях. Нет никакого беспокойства о спасении души. Говорят душе своей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Луки 12 глава 19 стих и покоится душа беспечно, а когда она внезапно пробудется, будет навеки поздно. Душа, имевшая покой на земле и не заботившая о своем спасении, там, в страшных мучениях, не будет иметь покоя ни днем, ни ночью никогда. Вот страшная противоположность небожителям, которые ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, Господь Бог Сидержитель. Откровение 4 глава 8 стих Одни не имеют покоя в блаженстве и добровольном словословии, другие в мучениях. Выражение ни днем, ни ночью, как их в 4 главе Откровение 8 стихе означает не наличие дней и ночей в вечности, а непрерывность там словословия здесь мучения. Просто использован обычный оборот речи для обозначения непрерывности. Откровение 14 глава 12 стих Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. От судьбы нечестивых в вечности Иоанн переходит к судьбе праведных на земле. Здесь означает в этой жизни на земле. Страдать придется всем. Нежелающие страдать в вечности должны страдать и терпеть здесь. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию получить обещанное. Посланник Евреям 10 глава 36 стих Но если грешники будут терпеть муки и гиены, муки за свои грехи будут испытывать мучения совести, то святые здесь на земле претерпевают невзгоды и лишения, имея покой в душе и великое упование. Особенно великое терпение необходимо будет иметь святым в тяжелое время антихристового гонения. Указан здесь и путь, каким святые достигают спасения. Это первое соблюдение заповедей, второе вера в Иисуса, вера в дела вот путь на небо, одно без другого не спасительно. Откровение 14 глава 13 стих «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Си ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих, и дела идут след за ними». Толкование «После того, как я видел этих трех ангелов-вестников, он услышал голос неба, повелевающий записать то, что услышит. Этим подчеркивается особая важность того, что будет сказано. Иоанн записал услышанное, а мы поныне утешаемся этой радостной истиной. Отныне блаженны мертвые. Перед своими крестными страданиями Господь сказал, ныне князь мира «Изгнан будет вон». Иван Григория Иоанна 12 глава 31 стих. «Он сам сошел в ад и принял плен». Посланник офисианов 4 глава 7 стих. «А разбойнику на кресте сказал, ныне же будешь со мною в раю». Луки 23 глава 43 стих. «Крест победил ад и смерть. Поглощена смерть победою». 1 Коринфянам 15 глава 54 стих. «Христос смертью смерть попрал». И вот небесный глаз возвещает «Ныне блаженны мертвые». Отныне не ужас, а блаженство несет с собой смерть. Но не всем. Только что были тайны зрителю показаны мучения нечестивых после смерти. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Вот непременные условия вечного блаженства после смерти. Умирающие в Господе. Это не обязательно мученики, претерпевшие умиршление за Господа, а вообще все праведники, чья жизнь была во Христе до самого смертного часа. Это говорящие вместе с апостолом Павлом. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2, глава 19-20 стих. Смерть в Господе это это то, о чем нас всегда призывает молиться церковь. Христианская кончина жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде Христовом просим. Блажен, кто, умирая, всем простил и, примиршись с Богом и людьми, отошел в вечность. «Для таковых смерть не мрак, не катастрофа, а утро не вечернего дня, заря грядущего немеркнувшего света. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, напутствует церковь своих чад вечность с молитвой. Упокою Господи души усопших рабов Твоих и многими другими молитвами об их успокоении. Здесь на земле терпение и труды святых, там покой. Земная жизнь христианина это непосредственно непрестанные труды на ними Божии, это непрестанное несение креста. Царство Небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его». Матфея 11, глава 11 стих. А апостол пишет, «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с Небес Сына Его». 1 Фессаллокийцам 1, глава 9, 10 стих. «Труд и терпеливое ожидание от участь святых здесь на земле, посему для народа Божия еще остается субботство, покой». Геннадий Фаст. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих». Евреям 4, глава 9, 10 стих. «Какая великая разница, имевшие покой на земле, в вечных мучениях, не будут иметь покой ни днем, ни ночью. Ревностно трудившиеся Богу и хранившие терпение на земле упокоятся в вечных обителях Небесного Отца, и дела идут вслед за ними. Почившие в Господе не пустыми идут в вечность. За ними, как доброе наследство идут в вечность их добрые дела. Почему Господь и учил «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, в скобках облагодетельствованные вами, Геннадий Фаст, когда обещаете, приняли вас в вечные обители». Луки 16, глава 9, стих. «Добрые дела, как светлая одежда, облекут праведника в вечности. Но с чем предстанешь ты, ленивая душа, там, не творя добрых дел любви в Духе Святом? Не убоишь ли обнажение своей срамоты? Ибо ни во что будет тебе облечься. Не забываешь ли, что все мы будем судимы по делам, как о том учит Писание? Не забываешь ли, что по смерти нет ни покаяния, ни добрых дел? На что надеешься, душа неродивая? Спеши творить добро. Откровение 14 глава 14 стих «И взглянул я его светлое облако, и на облаке сидит подобно Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Толкование. Так и вил Яну господин жатвой преподобный Сыну Человеческому, Иисус Христос, Мессия. Как Сын Человеческий являлся Христос в самом первом видении Апокалипсиса. Откровение 1 глава 13 стих. Особенно же это видение перекликается с видением пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, Владычество Вечное, которое не предет, и Царство Его не разрушится». Даниила 7 глава 13-14 стих. И у Даниила и у Яна мы видим Христа подобно Сыну Человеческому, грядущим на облаках судить мир. Слово подобное здесь означает не просто сходство, а действительно торжество. Он действительно Сын Человеческий, не мнимо, а действительно. Так воплочившийся от Девы, тот воплочившийся от Девы. И вот светлого облака и на облаке. Некогда в день Вознесения на Лионской горе ученики видели Господа, возначащегося на небо на облаке. Тогда два мужа ангела сказали им, «Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяние 1 глава 11 стих. «На облаках небесных вернется Господь, судив вселенную. Тогда восплачут все племена земные и увидят Сына человеческого, грядущего в облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава 30 стих. «Си грядет с облаками» Откровение 1 глава 7 стих. «В облаках будет и встретение Господа на воздухе». 1 Фессаллики 4 глава 17 стих. «И у Даниила вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Светлое облако знак небесной чистоты, света, величия и славы грядущего Господа. Под этим облаками могут разуметься и светлые ангельские силы. Как сказано, «Си идет Господь с отмами святых ангелов своих». Послание Иуды 1 глава 14 стих. «Или как воспет Господь у Давида, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покромом своим. Сенью вокруг себя мрак ввод облаков воздушных, от блистания перед ним бежали облака его, возгремел на небесах Господь». Псалом 17, 10, 14 стих. Помимо ангельских сил можно разуметь и облако свидетелей, евреям, 12, 11 стих, которое также будет окружать Господа в его предшествии. Но никто нам не мешает также веровать тому, что как буквально облако скрыло от учея учеников возносящихся Господа, так и буквально в облаках яйца Господь. Облако это причудливых небесных странников. Но думаем ли о том, что когда-то вот так-то привычно поднимем глаза, увидим все те же облака, и вдруг яйца в них тот, кто некогда в них скрылся от очей людских. Возможно, это увидят наши потомки, а может быть, а может быть мы, бодрствуйте. На голове его золотой венец, знак царского достоинства, как над всем видимым и невидимым, и снова грядущий его славой судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца. Некое цареградский символ веры. И в руке острый терп некогда вышел сеять и сеять. Это первое пришествие Христа. Теперь же суд жатва. Жатва есть кончина века. Матфея 13, глава 39 стих. Теперь некогда Господь говорил ученикам молитве господина жатва, молите господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Матфея 9, глава 38 стих. Теперь же он глядет с острым серпом в руке своей. Откровение 14, глава 15 стих. И вышел другой ангел из храма и воскрытнул громким голосом к сидящим на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Ангельские силы взывают ко Христу, пусти серп твой и пожни, начни свой праведный суд, раздели верных от неверных. Воздай каждому по делам, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Когда голос созрел, то он требует, чтобы его пожали и убрали житницу. Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели в жатве. Иоанна 4, глава 35, стих. Ангел, взирая на все происходящее на земле, да и получив, видимо, особое указание от Бога, видит, что мир созрел, все готово. Созрела, человечество в своих грехах и беззакониях. Это уже не младенческие грехи, это зрелые плоды лукавого. Дальше некуда. Зрелый колос гнется к земле со зрелой церковь Божия в меру полного возраста Христова. Посланник и Фессианам, 4 глава, 13 стих. Небесным светом сияют мученики и подвижники последнего времени, отсеяны все полуверные через сито гонения антихриста. Говорит небесный жених своей невесте церкви. Ты вся, ты прекрасна, возлюбленная моя, и птиц, и пятна, и пятна нет на тебе. Со мной сливана невеста со мною иди. Песня песней 4 глава 7 стих. И дух и невеста говорят приди Луки Откровение 22 глава 17 стих. Своему небесному жениху взывает ангел пусти серб твой и пожни жатва на земле созрела. Откровение 14 глава 16 стих. И поверг сидящий на облаке серб свой на землю и земля была пожата. Толкование Видел это и древний пророк Иоиль. Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело сербы, ибо жатва созрела, близок день Господень в долине суда. Откровение 3 глава 12 по 14 стих. И поверг сидящий на облаке Христос. Ибо отец и сын Ибо отец весь суд отдал сыну. Иоангелие от Яна 5 глава 22 стих. Серб свой на землю и земля была пожата. Серб страшного суда повергнут на землю жнецы ангелы Матфея 13 глава 33 стих. Приступили к совершению жатвы. Собраны праведные отделены беззаконные и земля была пожата. Откровение 14 глава 17 стих. И другой ангел вышел из храма находящийся на небе так же с острым мечом так же с острым серпом. Толкование Этот ангел подобно Христу Сыну Человеческому Стих служебный вышел 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 жертвен и с великим скликнул к имеющему острым серб говоря Пусти острый серб твой и обрежь гроздья винограда на земле пусть потому что созрели на нем ягоды. Теперь Иоанн видит толкование Теперь Иоанн видит еще иного ангела имеющего власть над огнем. Мы уже ранее говорили что как отделенные люди народы так и стихии имеют своих ангелов. Вся жизнь мира имеет еще как бы свою иную невидимую сторону. Все события этого мира и даже естественные явления природы тесно связаны с событиями невидимого мира ангелов. Так четыре стихии нашего мира земля вода огонь и воздух имеют своих ангелов Откровение 4 глава 7 стих и Откровение 7 глава 1 стих Мы читаем о духе тверде 3 езер 6 глава 41 стих или ангели земли об ангеле вот Матфея 16 глав 5 стих об ангелах воздуха держащих ветры земли и так видим и здесь видим ангела имеющего власть над огнем Откровение 14 глава 18 стих Так что не только в исторических событиях но и в естественных явлениях природы которые вокруг нас происходят мы должны видеть отражение каких-то событий в ангельских мирах подули ветры где-то землетрясение где-то воды это совершает через ангелов совершаться через ангелов вообще пробивает путь сквозь камни ветры раздувают пожар это все ангелы борются и действует физика химия только описывает явления природы их таинственную сущность и смысл объясняет богословие физика отвечает только на вопрос как богословие на вопрос почему и зачем и вот этот ангел огня вышел от жертвенника это не золотой жертвенник святилище ибо из храма вышел не этот ангел а первый серпом стих 17 к тому же здесь и нет прилагательного прилагательного золотой здесь имеется ввиду безусловно медный жертвенник сосожжений стоявшего во дворе храма откровение 8 глава 3 стих и откровение 8 глава 5 стих мы имеем право на такие заключения земной храм был построен по образу небесному исход 25 глава 8 9 стих также 26 глава 30 стих под этим жертвенком на небесах вопияли души убиенных отмщений за их кровь откровение 6 глава 9 10 стих как бы в ответ на эти молитвы от этого жертвенника ангел огня взывает к ангелу имеющему острый меч острый серб чтобы произвести суд над нечестивыми жителями земли с великим криком воскликнул ангел огня к имеющим острый серб если в картине жертвы ангел не воскликнул громким голосом то здесь с великим криком настолько невыносимо стало беззаконие и нечестие жителей земли созревших к жатве поэтому вопьют к жнецу пусть острый серб твой и обрежь гроздья винограда на земле потому что созрели ягоды стих 15 гроздья винограда это нечестивые и беззаконные наполняющие своими грехами чашу гнева божия в данном вином ярости христос назвал своих верных чад виноградным виноградными ведьмами лозы который является он сам Иван Гриотианов 15 глав 5 стих здесь же тайнозритель видит те виноградные ветви о которых Господь сказал кто не пребудет во мне извергается в вой как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают Иван Гриотианов 15 глав 6 стих все слава Господу как всегда покажем в конце наше сокровище среди 38 книг изданными это трехтомник Нового Завета полное толкование по блаженному феофилакту с комментариями и толкование откровения вот в одном сборнике это не выходило я нигде этого не встречал вот вот она как выглядит Новый Завет с толкованием книга третья и здесь же в книге в каждой книге вместе все мы поместили раскрашенными Густава Доре гравюры 230 гравюр и в интернете у нас самое ценное это во свете Библии наш сайт православный библейский сайт самое ценное из всего что у нас есть это 4124 ответа по теме какие там темы есть задают какие ну допустим что такое жития вот я воткнул жития 17 пункт сейчас она откроет все вопросы по житиям были вот они идут сейчас вопросы по житиям это мне задавали в университетах 7 том вот 1803 вопрос допустим 7 том можно ли полностью доверять тому что написано в житиях у Дмитрия Ростовского у Филарета и у других люди-то не читали а то поотрывочно что-то вот эти вопросы мне по радио задавали я три радиопрограммы вел когда-то вот теперь я нажимаю на вопрос этот и теперь уже вместе с ответом выходит ага вот оно где полностью полностью может доверять только священному писанию то есть Библии а жития писали через столетия после жизни тех кого хотели сделать более известными все этих разговоры прямая речь видений все это часто плод писательской благочестивой фантазии воображение патриота-монаха ратующего за расположение монашествующих подлинно только те жития что есть в Библии а таких очень мало почти везде добавки выдумки видений и сновидений как сами жизнеописатели о том пишут Яков 3.17 но мудрость сходящая свыше во-первых чиста потом мирна скромна послушлива полна добрых милосердий и добрых плодов беспристрастна и нелицемерна я выделяю это жирным курсим да еще и подчеркну в житиях очень много написано пристрастно и как всякий полемист лишь бы добиться победы пишет выдавая желаемое за как бы бывшее и стилизация под существующей строй допускалась как пишут исследователи были бы эти писатели такие же верные иегове как Михей тогда и житей этих не было а все они вместились бы не в 12 книг а в одном стихе который отсеял бы все это подыгрывание 2 аппарат в 12 книг и в 12 книг михей жив господь что скажет мне бог мой то есть реку и я евреям 13 7 поминайте наставника ваши которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончины их жизни подражайте вере их Кто прятался от людей, все эти пещерники уже не были бы в житиях Если бы следовал Дмитрий Ростовский совету апостола Павла И тех, кто не проповедовал Слово Божие, их тоже нам и знать не следовало бы, быть может Согласно этого же совета апостола Павла Дмитрий Ростовский, 21 сентября Кавычки открыты Промыслом Божиим святой Дмитрий призван был к великому делу составлениям меняющих их Которыми он принес величайшую пользу всему народу русскому Принят на себя труд исправления и составления житий святых Это современник Петра Первого, его выдвиженец И он теперь исправляет, да и составляет сам Душа его, наполненная образами святых, жизнеописанием, коих он занимался, сподоблялась духовных видений во сне Далее он, что он видит, интересно Вот апостолу Павлу видение было, пришел муж македоняне и говорит, приди и помоги нам Ну еще с Павлом-то, ну а видение-то, это же не Павел Кавычки открываются Августа 10-го 1685-го года, повествует сам святой Дмитрий В понедельник услышал я благовест заутренне, но по обыкновенному своему ленивству Разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтыри Все время видел следующее видение Казалось, будто поручена была мне всмотрение некоторая пещера, в кое почивали святые мощи Осматривая со свечой гробы святых, увидел там же якобы почивающую святую великомущенцу Варвару Приступив к ее гробу, узрел ее лежащим боком И гробе, являющей некоторой гнилость Желая он ее очистить, вынул мощь ее из раки и положил на другое место Очистив раку, приступил к мощам ее и взял он ее руками для вложения в раку Но вдруг узрел в живых Варвару святую Святая Дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих, воскликну я Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски Думаю, что сие мне сказано до того, что я весьма ленив к молитве И уподоблялся всем, стучая римлянам, у коих весьма краткое молитвословие Так как и у меня краткая и редкая молитва Дмитрий смиренно замечает Бог ведает, что сей сон знаменует И каково на ее событие воспоследствует О, когда бы молитвами святой Варвары, покровительницы моей Дал мне Бог исправление злого и окаянного жития моего И вот житие пишет тот, у кого самого зло и окаянное житие Но если я это скажу о Дмитрии, не поверят Но он сказал сам, его слова я могу употребить Но может ради смирения сказал Но я ради смирения это и говорю Не возвеличиваю его Другое сновидение Случившееся через три или четыре месяца после первого было следующее Кавычки открыты В 1685 году Филиппов пост, пишет святой Дмитрий В одну ночь, окончив письмом страдания святого мученика Ореста Которого память 10 ноября посчитается За час или меньше до заутрени Легко отдохнуть, не раздеваясь И в сонном видении узрел святого мученика Ореста С лицом веселым, ко мне вещающего сими словами Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал В то самое время учиненный к заутренне благовест пробудил меня И я жалеял, что сие весьма приятное видение скоро окончилось И я недостойный и грешный истинно видел, как написал Они иначе сие под клятвою мое священническую исповедую Во-первых, клятва запрещена Даше просыпать не надо было Да и колокола, может, не нужно Тут и евангельского ничего нет Иоанн Богослов, житие, 26 сентября Когда же они вошли вместе в город Их встретила жена по имени Романа Ромена Прославившаяся даже дарима злобою дел своих Которая держала в том городе общие бани И вот она, нанявший Иоанна и Прохора Приставила их работать в бане и мучила Хитростью своей она привлекла их обоих в услужение себе Иоанна приставила поддерживать огонь А Прохора наливать воду того и другого на всю их жизнь И немало оставались они в таликой беде В то время как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся Романа, увидев их беседующими, схватила Иоанна И начала наносить ему побои Укоряя и возлагая вину смерти Домна на Иоанна Наконец сказала Если ты не воскресишь Домна, я убью тебя Вот как хочешь, так и верь Иоанн, которому покорна была стихия Ученик Христа и вдруг у какой-то ведьмы с учеником Попал в рабство Ну так в житиях написано Я пишу стихотворение Бог пользуется в деле самым мялым Заброшенным и ненужным Завалящим Неважно из чего Из дерева, из стали Одна копейка в банке или целый ящик Но эта малая, попав в пастущую сумку Пристроившись в прощу мальчонки псалмопевца Уже во лбу врагов готовит лунку Пшенищенко течет из плена тестом Малюсенькие капельки дождя Такие глыбы размягчают в поле Слезинки-сиротинки до неба долетят В руки отважной женщины Ракеты из чудо-колья Напрасно христианами Враги пренебрегают Их мало за себя не постоят Но вот уж их дивизии, бригады Позорный крест над скалами маяк Такие незначительные люди Незнатные, неизвестные в оковах Растет и ширится из Галилеи чудо Победное божественное слово Что значит проповедь о плотнике распятом И понесли ее с десяток рыбаков Для иностранцев вдруг заговорили внятно И слушатели бросили в огонь своих богов Христианин с Иисусом Ты повсюду не один Великой немощи всегда Христова сила Из уст у Агнса меч, огонь и дым Сгорают Ленины, Нероны и Атилы Перебирая четки по утрам Высказываем тайные желания От сырости слезы с грибной головкой храм Мой враг на водопой пришел Не львом а ланью Каким бы ты себя несчастным не считал До праха малосильным, убогим, бесталанным Пастушья пастка жесть пробьет утробу скал Пустой сосуд с рассветом наполнишь чудной манной Вот какие вопросы и ответы Все, отошел Возвращаясь на прежнее Два места И я уже Прямо на форуме Вот так На сайте Господь благословенный Тут можно все заснять Показать у нас скайп Чем мы занимаемся Вот и таких вопросов Ответа 4124 Слава Христу Время-то уже Ой-ой Мы как-то переборщаем Почти часовая запись Вот сегодня что у нас Вот Сегодня у нас 22 октября 2013 года И вот что мы видим Просто посмотреть Какая статистика 102 человека Вот в 2 часа дня Пришли 102 человека На 30 больше Чем было вчера Ну это малюсенько Если с другими это взять В форуме Как у Андрея Кураева Ну вот у меня проходит Я приехал уже Три месяца И за три месяца Ни одного выступления нет 200-300 человек приходят Каждый день Что они тут имеют Я никак не пойму Ну видно в какие Заходят темы они Но спору никакого нет Это то о чем я думал Когда наш форум готовился У меня форум как маленький сайт Там все Спорить не о чем И человек не принимает Или принимает Ему так и отвечается Добавить к тому Что даем мы Практически почти всегда Нечего Настолько полно Тут и ролики Выступления Дмитрия Смирнова Андрея Кураева Патриарха Кирилла Все абсолютно взято И фильмы Даже мирские Которые полезные Вот так Вот Смотреть Посмотреть Что Нина Жолнирова Зашла Что ей понравилось Вот интересно Нина Жолнирова Зашла Что во время отдыха На уборке картофеля В лагере станет Потеряевка Это она Сама себя увидела Вот она как Сейчас она проявится Нина наша Вот так Вот она слушает С каким вниманием На ее глаза посмотри Слушает внимательно Чтение мною Своих стихов Из книги Про Златоуста И Авраама Вот такое стихотворение У меня есть Если кто не знает Я бы мог даже Прочитать его Но сейчас уже Видать не время Из-за того Стихи готовы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому